Хочешь быть таким же сухим? Заказывай лучший гормон роста, от самого сухого чемпиона. Вы курите дурь? Нет, я не курю дурь, никогда ее не курил. Я не фанат курения, я даже не понимаю удовольствия, все сейчас курят вот эти кальяны, просто ну все, что ж там такого прям хорошего, и пацаны, и девчонки, и старые, молодые, просто всех этих захватило, всех захватило это, я не знаю, вот они расслабляются, так может как-то не напрягаться, чем вот это вот расслабляться непонятно чем. Я не фанат. Приседания как лучше многоповторка или как? По-разному, надо делать и силовую работу, и многоповторную. Было ли в вашей практике, когда ваш атлет выводил воду без диуретиков? Если спортсмен в хорошей форме, то никакую воду выводить особо и не надо. Да. У меня очень много случаев, когда спортсмены не пользуются диуретиками, диуретики это не панацея, и будь моя воля, я бы их не использовал, просто зная, что их используют остальные, то есть если бы нам запретили использовать диуретики, если бы у нас был такой контроль, как на западе, что диуретики не нужны, я бы с удовольствием от них отказался. Просто когда их используют другие, а твой атлет не использует, это конечно будет заметно, то есть их полностью отключить не всегда получается, но если кожа реально тонкая, то можно без диуретиков. Здравствуйте, как вам Валентина Мишина? Ну как спортсменка, как атлет, она конечно большой молодец, она делает форму, она, ну то есть таких как она мало, единицы вообще во всем мире, и никаких вопросов в этом плане нет. Она должна добиться большого, просто немножечко, Валентина Машина, да, немножечко наверное времени пройдет, все-таки в Америке нужно примелькаться, мне кажется ее оценят. Но как вот инстаграм, я такой очень агрессивный, очень, она всегда пишет, все дураки, все дураки, я одна королева, все дураки, ну это как-то мне не близко. Но с таким подходом, мне кажется, она в Америке добьется успеха, в Америке любят таких наглых, напористых, самоуверенных, и мне кажется в России меньше такое любят. Поэтому, вот, она нашла свою землю обетованную, мне кажется, она там сделает карьеру хорошую. Какой режим бега вы советуете на сушке? До после или отдельный день, темп, еще раз спасибо за цельные советы. Я даже, знаете, бег может быть не лучшая идея, но если бегать, то в среднем темпе потеть без ускорений, вы тогда больше пробежите. Средний такой постоянный монотонный ритм, немедленный и невысокий, никаких там челночных бегов. Вы сказали, что бег не лучший вариант, а что считаете лучшим вариантом? Ну, велосипед, на мой взгляд, даже лучше, или просто ходьба такая активная очень, чем бег. Правда, если ешь много жирного, то много не съешь белка и углеводов? Да, конечно, безусловно. Летом лучше сушиться? Да, упаси бог, когда у нас в Краснодаре лето. Ой, я как вспоминаю, мы с Аркашей, вот эти вот подготовки ужасные. Когда 45 градусов и идешь на тренировку, а в тренажерном зале там один вентилятор, никаких сплитов, там бедный ребенок. Я пропускал его через ад просто этими подготовками. В Краснодаре готовится точно лучше зимой, 100%. Ну, а там, где климат летом более щадящий, ну, наверное, летом, я не знаю. Ну, в принципе, может быть и все равно. Как в межсезонье держаться? Очень сложно по поводу еды. Ну, давайте себе какие-то послабления, то есть, хочется сладкого, ну, там, купите домой какие-нибудь там апельсинки. Вместо там чего-то прям мусора съешьте апельсинку. Не хочется апельсинку как там, не хочется есть, да. То есть, ну, что-то там себя как-то контролируйте, это, конечно, сложно, но куда деваться. Должна быть мотивация, внешний вид, ваше отражение в зеркале, оно слаще, чем любая гадость, которую вы съедите. Если вы сами себя не замотивируете, то кто же вас замотивирует? Вячеслав, льняное масло между приемами только на сушке? Нет. Почему нет? Про льняное масло не дослушала. На мой взгляд, его можно пить и не на сушке добавлять в еду, не то что пить. Никакой проблемы нет. Влияет ли становая тяга на ширину талии? На мой взгляд, нет.